О том, что работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать, заявил президент на совещании по либерализации визового режима. Он отметил, что за последние годы туристическая отрасль из страны сделала значительный шаг вперед и стала одной из самых динамично развивающихся. Способствовали этому законодательные инициативы, упростившие въезд для граждан большого количества стран. В прошлом году этой возможностью воспользовались почти 80 тысяч человек. Александр Лукашенко подчеркнул, что не следует забывать и о безопасности и обсуждать аспекты упрощения визового режима с учетом мировых факторов и мнения партнеров по союзному государству. Свои предложения, направленные на либерализацию визового режима Беларуси, подготовило правительство. Продавать свои изделия через интернет, в мастерских и удаленно теперь могут белорусские ремесленники. Сегодня вступил в силу соответствующий указ президента. Документ значительно расширяет перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу, без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К этим видам деятельности отнесены изготовление предметов с применением ручного труда и инструмента. Также ремесленники теперь могут рекламировать свои услуги, в том числе в интернете. Своего делегата на Евровидении Беларусь выберет 16 февраля. На эту дату запланирован итоговый гала-концерт национального отбора на конкурс. Прослушивание претендентов состоялось накануне в Белтеле радиокомпании. По его итогам определены 11 финалистов проекта. На вторник запланирована жеребьевка. Победитель представит нашу страну на Евровидении в мае в Лиссабоне.